Всем привет, друзья! Я только проснулся, и сегодня я вам покажу свой дневной рацион питания. 9.30. Поехали! Сразу же в начале дня я выпиваю стакан воды. После того, как выпил стакан воды, через полчаса у меня будет первый приём пищи. Стакан воды нужен для того, чтобы запустить пищеварительный тракт. Мой вес сейчас 69, где-то 70 килограмм, и поэтому я употребляю 50 калорий на 1 килограмм веса. Это где-то 3400 калорий в день, также 2,7 граммов белка на 1 килограмм веса. Это около 180 граммов белка в день, и где-то 7 граммов углеводов на 1 килограмм веса. Это получается около 470 граммов углеводов в день. Всё количество БЖУ, а также калорий и время употребления пищи я буду писать на экране. А, да, забыл сказать, что нужно есть через каждые 2-3 часа, и обязательно нужно в течение дня выпивать 2-3 литра воды. Я обычно выпиваю воду через час после того, как поел. Этого я показывать не буду, потому что очень длинная съёмка тогда будет, и монтировать очень долго придётся. А так вы должны просто запомнить, что через час после еды нужно выпивать воды 2-3 литра в день. Итак, друзья, подъехал первый приём пищи. Это овсяная каша, сваренная на 200 миллилитрах молока, ну и бананчик. Вот и получается. Я говорить не буду, сколько тут калорий, будет всё написано на экране, поэтому не волнуйтесь. А я начинаю есть. Приятного мне аппетита. Если вы кушаете сейчас, приятного аппетита вам. Да, конечно. Проблема в том, что утром у меня особого аппетита нету, поэтому всего лишь 50 грамм овсянки. Это норма. Потом восполним. А да, и самое главное, не забывайте, что еду всю нужно взвешивать в сухом виде. То есть не в таком виде, а в сухом, когда вы начинаете готовить только 50 грамм овсянки, вы должны взвесить в сухом виде. Тут её будет уже 200 грамм, а не 50. Поэтому не заблуждайтесь, ребят. Бананчик осталось только съесть. Но если вам нужна индивидуальная программа тренировок или питания, то можете посмотреть цены и информацию, всё у меня на стене ВКонтакте. Также подписывайтесь ко мне ВКонтактик. Итак, друзья, чтобы проще нам было, мы готовим еду наперёд. Смотрите, в этой пачке 500 грамм макарон, поэтому мы берём 300 грамм макарон. Я посчитал, мне нужно где-то 600 углеводов, то есть неважно, там макароны, рис, гречка. Мне нужно 600 в общей сумме. Я решил взять риса 300 грамм и решил взять 300 грамм макарон. И также мне нужно съесть где-то 300-400 грамм курицы. Но можно ещё, конечно, добавить потом ещё творога и яиц. Посмотрим. Ну что, отмеряем вот таким вот образом. Вот тут будет где-то 300 грамм макарон. Вот здесь. Не забываем, что взвешивать надо в сухую. И тут, смотрите, тут 1 килограмм риса, значит, половина уже пачки ушло, 500 грамм где-то осталось. И нам нужно где-то 300 взять. Это вот столько получится. То есть отсыпаем. Так, вот получается вот это углеводы, которые нам нужно съесть. Рис и макароны. Тут где-то 600 грамм примерно, да. Но ещё будет творог, яйца. Так что всё, поехали варить. Вы спросите, почему ты измеряешь именно на глаз? Потому что у меня весы сломались. Блин, вот поэтому я измеряю на глаз. Так что вот так вот. Если у вас сломались весы, то можете на глаз измерять, ребят. Курица у меня была сварена уже вчера. Тут больше 300 грамм, конечно. Но мы это всё есть и не собираемся. Итак, друзья, прошёл час после еды. Пью стакан воды. Бам-бам, вот тут мой рис. Вот тут мои макароны готовы. Это надо будет всё схавать сегодня. Итак, друзья, следующий приём пищи. 100 грамм риса и около 100 граммов курицы. Налетаем, налетаем, хаваем, укрепляемся. И вообще огонь будет тогда всё. Друзья, совет дня. Если вы будете есть очень много белка и не будете пить, то у вас печень умрёт. Потому что она не сможет переваривать столько белка. И так как я сварил 300 граммов макарон, риса и курицы, то я вам не могу прямо на данный момент сказать, сколько всего точно. Но в конце дня я должен сожрать всё. Ребят, обязательно записывайте белки, углеводы, калории, сколько вы съели, чего. Потому что это нужно всё отслеживать, если вы хотите добиться. Блин, рис в грудку попал. Если вы хотите добиться чего-то, то обязательно нужно всё записывать. Так и в тренировках тоже. Вы должны отслеживать свои результаты. Насколько у вас пришёл успех, насколько отошёл успех и так далее. Вы понимаете, да? У меня вот за два приёма пищи получается, что я сожрал 779 калорий, 119 углеводов и 44 грамма белка. Поэтому вы тоже записывайте и всё отслеживайте. Так, друзья, третий приём пищи подъехал. У нас тут 100 грамм макарон, 100 грамм курицы. Начинаю монтировать этот видосик, потому что он очень длинный, по-моему, будет. Уже на 3 минуты получилось. Поэтому приступаем кушать. Увидите калории и БЖУ на экране. Поехали. Вот спрашивается, зачем воды попил перед едой. Блин, теперь запихивать это всё. Ещё чуть-чуть осталось. Друзья, вы знаете, почему качки едят там по 10 яиц в день? Потому что яйца очень калорийные. И именно яйца будут в моём следующем приёме пищи. Это будет греч... Нет, скорее всего, рис с двумя яйцами. Итак, друзья, четвёртый приём пищи – это 100 грамм риса и 3 яйца. Тут довольно много калорий получается. Смотрите на экране. Я уверен, вы можете спросить, ты столько жрёшь, а нифига, блин, не толстеешь, не набираешь массу. Я вам честно скажу, что я не всегда столько жру, потому что у меня хронический гастрит, и иногда он мне не позволяет столько жрать. Иногда подташнивает, иногда просто аппетита нет. Но я стараюсь около 3000 калорий обязательно съедать. А тут надо 3400 есть, чтобы набирать хорошо. Поэтому вот такие вот дела. Хотел два яйца съесть, блин, а съел три. Сейчас лопно просто. Без гейнера вообще сложно, конечно, хавать 3400 калорий. Если вы не пробовали, можете попробовать, конечно. Потому что запихивать себя в эту и всю еду – это вообще жесть. Но, по крайней мере, вам придётся кушать каждые два часа такими хорошенькими порциями. А если у вас времени нет вообще, то, типа, вы не сможете так питаться без гейнера. Это 100%. Так, друзья, пятый приём пищи – это у нас будут макароны и курочка. 100 грамм макарон, 100 грамм курочки. Я, короче, пока тут настраивал, пытался удалить систем 32, короче, у меня курочка там чуть в шашлык не превратилась, запахла шашлыком. Я такой – у-у-у, шашлычок, отлично. Ну, короче, она подгорела немного. Но это не помеха, чё? Кушаем! Я не понимаю, почему, но почему-то система не позволяет вот эту, блин, папку удалить. Ладно. Фиг с ней, сейчас чё-нибудь придумаю. Надо поесть сначала. Кстати, уже 8-й час. Блин, конечно, совсем не кайфуха есть курицу с углями, но я её съел. Итак, друзья, это шестой приём пищи. Смотрите, что у меня осталось. Тут немножко риса и тут немножко макарон. Сейчас я это всё объединю и залью это всё курочкой. И будет отлично. Погнали. Так, тут получилось довольно такое плотное блюдо. Я обычно такое блюдо только после тренировки съедаю. Тут огромнейшее такое. Где-то 150 грамм углеводов. Точнее, не углеводов, а 150 грамм вот этой самой макарон и риса. А также где-то около 100 грамм курицы. Всё будет на экране написано. Северокорейская провокация становится угрозой не только для корейского полуострова, но и для всего региона Северо-Восточной Азии. Ну, запарились со своими новостями. Так, друзья, я смог съесть эту порцию только за полчаса. Блин, просто в живот взрывается нафиг. Она реально большая порция была. Вот, у меня, смотрите, получается 3214 калорий, 470 углеводов и 189. То есть углеводы и калории я выполнил. Получается, можно на ночь будет фруктиков схавать и всё. И у меня, получается, уже всё. Выполнил рацион питания свой, да? Да, потому что уже протеиновый коктейль я не смогу пить, как я обычно делаю. Уже и так 189, а мне надо 180 белков, а тут 189. Поэтому фруктиков похаваем, и всё, это будет седьмой приём пищи. Так, для последнего седьмого приёма пищи у меня дома есть нектарин и клубника. Я посмотрел, что в нектарине у нас калорий 44 получаются, углеводов 11 и белка 1,1. Ну, это мало вообще. А в клубнике, смотрите, на калории 41, белков 0,8 и углеводов 7,5. Это получается, что я могу так неплохо схавать клубники и нектарина на ночь, и всё будет нормально. Но на самом деле лучше на ночь есть творог. Поэтому ждём седьмого приёма пищи. Так, друзья, сейчас только пришёл домой, катались вон, короче, на скейте. Было весело. Вот, я и весь день не выходил, очень сложно жрать, жрать, жрать и не двигаться вообще. Но сейчас седьмой приём пищи будет. Вот у меня клубничка, нектаринчик будет. И как раз у нас вот получится, в конце я покажу конечный результат, сколько получилось белков, жиров, углеводов и калорий. А так очень классно всё. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграмчик. Там очень интересные фотки. Арчо Морис. Арчо Морис также. Подписывайтесь, буду очень рад. А мы кушаем. Очень вкусно. Итак, друзья, что же я могу сказать по поводу этого питания? Сегодня у меня времени было много, поэтому я питался каждые два часа. Ну, регулярно каждые два часа. Ну, немножко, может, два, два с половиной, вот так. А так, если вы занятой человек, если там учёба, работа, то вы не сможете так питаться, и поэтому вам нужно будет спортивное питание, гейнер, либо протеины. Но я советую гейнер, потому что там и углеводы, и белки в нормальных пропорциях довольно-таки, если гейнер хороший, дорогой. Вот. А так, если у вас есть время, то не тратите свои деньги ни на какое спортивное питание, потому что лучше фруктиков, лучше макарончиков, углеводиков таких свеженьких, ничего нету. А это всё порошки, они нафиг не нужны, они только портят желудок. Потому что, если вы постоянно будете хавать порошки одни, то это плохо. Если там раза четыре в день будете, ну, если у вас времени нету, да, например, быть в порошке, лучше, на самом деле, меньше, ну, раза, я бы сказал, один-два раза в день вполне достаточно этому. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам понравилось это видео, друзья. Снимал весь день, устал, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, подпишитесь на мой инстаграмчик обязательно. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok